Значит, учение или работа Бахтина, посвященному Достоевскому, проблема творчества Достоевского она называется, вообще говоря, по странному стечению обстоятельств является для русской культуры XX века одним из главных текстов. А Михаил Бахтин является одним из главных авторов. Нам сегодня надо постараться понять, насколько Бахтин адекватен анализу творчества Достоевского и чем, например, эстетика Достоевского описана в произведениях более поздних авторов, в первую очередь Олега Михайловича Наговицына, отличается от Бахтина. Насколько Бахтин адекватно и правильно понимает Достоевского. Вот такая странная мегазадача. Когда мы говорим о Достоевском, мы в первую очередь хочется отметить главный эффект, который обнаруживает Достоевский, который полагается им в центре своего творчества, это эффект наслаждения или наслаждения от сознания позора, или от сознания собственного ничтожества, или наслаждения от сознания собственного поражения и всего прочего, прочего и прочего. Такова ситуация. Мы видим странным образом, что для человека, который находится в рамках открытия для себя этого наслаждения, подобного рода наслаждение является одним из главных мотивов его поведения. Это очень странно и очень необыкновенно, потому что сейчас, например, многие думают, что главным мотивом каждого человека является так называемый успех То есть социальное, например, преуспевание или зарабатывание денег или чего-либо еще Это удивительно, что на самом деле до середины XIX века, до Достоевского, подобного рода наслаждения, которое, как я буду пытаться доказать, является одним из краеугольных камней существования или бытия человека в мире На этот факт не обращал никто внимания Но, тем не менее, он устроен у Достоевского именно так С самого начала речь идет не о том, что человек испытывает наслаждение от боли Человек испытывает наслаждение от сознания боли Человек испытывает не наслаждение от позора, человек испытывает от сознания позора Почему и как происходит именно так, это тоже совершенно непонятно У Достоевского эта самая тема появляется во всех и во всех произведениях, от маленьких до больших Маленькое произведение, кроткое Офицер, вынужденный быть выгнан с позором из полка за какие-то странные роды делишка Находит наслаждение в сознании своего позора После этого он занимается полностью сознанием этой ситуации Занимается занятием ростовчительством По тем временам, в отличие от современного времени Это было крайне позорное занятие, особенно для бывшего офицера Точно так же Родион Романович Раскольников у нас оказывается в ситуации того, что он однозначно решает для себя Решает, кто он тварь дрожащая или право имеет, тем, что он тварь дрожащая Потому что тот, кто право имеет, настоящий Наполеон, никогда не задумывается Такой вопрос для него просто не существует Он просто-напросто забывает свою армию в Египте и едет царствовать или властвовать в свой Париж То, что этот факт для него уже появился, и Раскольников об этом говорит Оказывается доказательством для него того самого, что он именно тварь дрожащая Но он совершает преступление и все время ходит, самодоносит на самого себя В этой интересной истории с Порфирием Петровичем То есть все время приходить к Порфирию Петровичу и доказывать, что именно он убил И самое главное, не мог выдержать своего преступления является главным мотивом для Родиона Романовича Раскольникова Это странно и это никто не понимает, но тем не менее это именно так В другом ситуации, которую подробно разбирает Маговицын Честнейший человек, генерал Иволгин, крадет от своего друга Особенно состоит в том, что украсть может только по-настоящему честный человек Потому что если воришка ворует, то это у него бизнес такой Он безусловным образом, то есть деятельность у него субстантна И он не является в этом смысле, можно сказать, вором Русский язык различает эту ситуацию тем, что убийца отличает от киллера Киллер для кого профессия, это субстантная деятельность, для него это естественно И убийца, это человек, который в общем-то не убийца по сути своей, иногда убивает Так и абсолютно честный человек, как и говорит мне с мышки, как вы могли запозорить такого честнейшего человека Он именно ворует Что дальше происходит, что здесь является фундаментальным фактором? Тем, что за сознание своего позора, сознание того, что он украл, то, что он ничтожество Граф Иволгин стремится держаться до последнего Лебедев, да, Лебедев там, да, его товарищ? Да, его товарищ Лебедев ни в коем случае не, значит, не щадит его Он понимает эту игру Всякий раз ему подсунули вот этот украденный кошелек обратно, со всеми деньгами Ничего оттуда не сделано, ну было же помрачение, временное рассудование Ему в подол засунули, он подол то выставит демонстративно, то еще как-то Он не щадит генерала Иволгина Именно поэтому он генералу Иволгину так, безусловно, ценен Прямо напротив умный, тактичный князь Мышкин Именно ведет себя как настоящий идиот Почему? Потому что он генерала пытается оградить от его сознания вины Он пытается его делать вид, что ничего не произошло А тем самым, совершенным образом, странным образом обижает князя Мы видим в этой самой ситуации, что человек до последнего момента Держится за своего сознания позора и невозможностей В самом деле, говорит в том же самом идиоте автор Что люди обыкновенные делятся на два сорта На тех просто обыкновенных и на тех, кто поумнее Люди обычные, они просто наслаждаются простыми вещами Так генерал, то есть всю жизнь затюрмавшись снабжением армии Дослужился до 14-го собственного генерала И начинает думать себя, принимать себя за полководцем Он же генерал, значит и полководец А потом, что он сражал, друг друга снабжал свою армию, снабжал свою травами Это была его профессия Это всего лишь учить И в коем случае не принимается им в расчет Это я многократно видел людей, которые покупали, списывали, сдирали Кандидатскую диссертацию или докторскую И после этого начинали себя считать учеными Но они же докторы наук Я, конечно же, ученый Как же еще? У нас дума вся из таких людей состоит У нас вся наука состоит из таких ученых Он доктор, следует научен А люди поумнее ведут себя другим образом Многовицын здесь совершенно правильно замечает На тот момент по поводу Ганечки Что Ганечка это тот человек, которому важно наслаждаться Не своими титулами и званиями Которые придут вслед за деньгами Понятно, да? Что если у человека есть деньги То он может купить любые таланты И эти таланты будут признаны Но можно наслаждаться талантами Как генерал наслаждается тем, что он стал полководцем Ставшего всего лишь генералом от дров А можно наслаждаться ситуацией подлости произошедшего, потому что ты наслаждаешься талантами, купленными за деньги. Наслаждаться просто талантами и наслаждаться талантами, купленными за деньги, это две большие фундаментальные разницы. Они ни в коем случае между собой не пересекаются. И действительно, подобного рода есть ситуации. И мы видим, что стремление к сознанию собственного позора, к сознанию собственного ничтожества оказывается настоящим стремлением любого нормального человека к действию. Вот скверный анекдот у того же самого Достоевского. Генерал решил напроситься на свадьбу к бедному несчастному чиновнику. Что ему здесь в результате? Он ситуации не выдерживает, что он должен быть настоящим отцом, то есть просто хорошим начальником. Он начинает наслаждаться проявлением своего собственного ничтожества. Он ведет себя совершенно безобразно. И это, вот то сознание, вот эта самая рефлексия, которая с ним происходит, является единственным содержанием скверного анекдота. Аналогичная ситуация. Вечный муж, в вечном муже, главный персонаж живет со своей женой, которая тут же при них живет любовник. И эта ситуация его устраивает. Но чем он наслаждается? Он наслаждается ситуацией вот этой своего ничтожества, этой невозможной ситуации. И вдруг как происходит? Его жена умирает. Он этого наслаждения лишается. Но ведь у него же есть его собственная дочь, которая непонятно то ли от него, то ли от любовника жены. И тот уникальный садизм, он основан на том, что он ее, с одной стороны, и обожает, потому что она является следствием, примером для него, источником этого сознания его позора, его ничтожества, с одной стороны. А с другой стороны, ненавидит, потому что позор же все-таки есть. Поэтому позор всегда идет об одну руку с ненавистью. Умирает и она. Что он делает? Он приходит, находит старого любовника своей жены и организует эту ситуацию таким образом, что он типа собирается жениться, а ему предлагается, старому любовнику его жены, предлагается вот это самое место того же самого любовника, чтобы вся картинка нарисовалась обратно. Он, то есть вечный муж, мучающийся от сознания своего позора, жена и ее любовник. Это великолепное произведение Достоевского. Это одно из лучших произведений мировой литературы. Вечный муж. Кто не читал, всем рекомендую его прочитать. В конце концов, конечно, он для этого любовника своей жены, с одной стороны, и обожает, потому что у него не источник высочайшего наслаждения, с другой стороны, ненавидит. Он в один и тот же момент готов его зарезать, и в другой момент готов его спасти. И эту картину после этого, хоть и не удается старого любовника привлечь для старых игр, он заводит себе молодую жену, и при ней заводит себе офицера, для того, чтобы в этой ситуации быть обманутым мужем, сознанием этой ситуации наслаждаться. Это вот так. В самом деле, картинка... Сначала разберемся с телевым наслаждением, просто это как бы немного реже слух. Потому что есть такая интуиция, говорящая о том, что действительно какое-нибудь бурное переживание, какие-нибудь сильные эмоции, какой бы она ни была, будет ли она в минус, или будет она в плюс, она проживается очень сильно, и это проживание, допустим, какие-нибудь экзистенциалисты просто назвали проживанием бытия. И в каком смысле вот это такого рода проживание бытия является наслаждение? Потому что у тебя слово наслаждение, это нечто, как бы, видимо, специфический термин. Потому что это не то наслаждение, которое... Не очень специфический, потому что Достоевский самым многократно употреблял. Ну, Достоевский употреблял, но просто если вот... Наслаждение в физиологическом смысле, или... Я не про физиологический смысл, я имею ввиду, чтобы в точности понять, что мы говорим. Мы говорим о том, что в некотором эксцессии, в некотором бурном проживании жизни, например, резкий переход, резкая трансгрессия, она просто действительно сопровождается бурным переживанием. И это переживание нам часто приятно в силу того, что мы чувствуем, что мы есть. Просто это и есть с точки зрения экзистенциалиста, Хайдегера, Сартера, это и есть наше бытие. То, что мы бы назвали бы проживанием бытия. Можно ли это назвать термином наслаждения? По-моему, наслаждение это более узкий термин по сравнению с тем, что можно назвать проживанием бытия. Я считаю, я все-таки в каком пункте я с экзистенциалистами не согласен, да? Почему? Потому что у них это оказывается проживанием некой интенсивности жизни, да? Да, да, именно так. А здесь получается не ситуация интенсивности проживания жизни, а ситуация сознания своего позора, сознания своего небытия. Если у них, с одной стороны, это было проживание присутствия своего, то здесь ситуация сознания своего небытия. И сознания, и небытия. Смотри, я бы с тобой согласился, если бы речь шла о теоретическом трактате. Если бы брали какой-нибудь теоретический трактат, скажем, Гегеля, то везде все. Все переживания, все наши действия, и все можно было бы свести к сознанию, соответственно, действия, переживания и прочее. Но речь идет о романе, да, в котором действуют персонажи. И как бы нельзя это так теоретизировать и считать, что здесь речь идет только о сознании. Здесь речь идет конкретное переживание, и во вторичном случае только о сознании. Значит, я-то как раз хочу сказать, и в этом смысле я с Бахтиным, о котором я сегодня рассказываю, солидируюсь полностью. Именно речь идет о сознании. Для Бахтина мы бы в этой ситуации будем... В чем проблема там, Игорь, я тебя перебиваю, извини, проблема состоит в том, что сначала тогда предъявить, что такое сознание. Понимаешь, это кажется только так, что если ты различишь переживание и сознание переживания, все будет всем понятно. Это совершенно непонятно. И здесь недостаточно будет сказать, на самом деле, что переживание, это нечто феноменальное, а сознание это переживание. Могу и различить, могу и различить. Вот, например, ситуация, вот иногда, знаете, есть замечательный фильм о Води Алина, который целиком не смотрел, это пародия на быт русских дворян в 19 веке. Там у него есть возлюбленная кузина, там всякие дуэли, всякое такое. И они все время там рассуждают. Ах, я должна любить, чтобы страдать, и страдать, чтобы любить. А нет ли здесь какого-то страдания, т-т-т-т-т-т. Это позиция фильма, конечно, очаровательная. Но, с другой стороны, очень неправильно подводить ситуацию героев Достоевского, как неких мазохистов, которые находят удовольствие в своем, в боли своей собственной. Они находят не в боли, находят, они находят в сознании. Откуда тебе неудовольствие-то взялось? Есть некого рода жизнь, есть некоторого рода состояние человека в этой жизни. Есть состояние отсутствия, да? Да, еще раз. Когда мы не чувствуем, что мы существуем. Ну, давай я продолжу опять эту самую ситуацию. Точно так же, кроме всего этого, почему я говорю именно о сознании, есть любитель экстремальных видов спорта. Вот любитель экстремального видов спорта, когда он прыгает с этого, с моста, с привязанной резиночкой, привязанной чугойскими подтяжками туда вниз. Вот он испытывает как раз удовольствие от необычайно интенсивного проживания жизни. Но Ставрогин, женищийся на сумасшедшей хромоножке Марии и Маши Лебяткиной, он ни в коем случае не является любителем чугурских подтяжек. Нет, Игорь, ну ты просто предъявляешь какие-то странные вещи. Я же сказал слово «трангрессия», и тебе должно было бы это быть понятно. Преодолевание каких-то запретов, осуществление невозможных каких-то вещей, это и есть, на самом деле, те события, которые заставляют человеку прожить бурно, прожить это свое бытие. Это, значит, еще раз... И это, так вот, современный калорийский, там, Батай, там, Делес, это просто вот описано, и в этом даже, ну, это просто само собой разумеющееся. Да, ну, минуточку, ну, опять, опять, значит, и эта ситуация не... Она не имеет отношения, на мой взгляд, к Достоевскому. Там все иначе. Мне просто больше всего интересует еще такой вопрос. Вы как-то приватизировали Достоевского? Я говорю, что можно по-другому видеть, а вам… Но это никак не относится к Достоевскому. Это не относится к твоей интерпретации Достоевской. Хорошо, это не относится к моей интерпретацииー. Потому что Достоевского можно по-анее понятию и я полагаю, что у Достоевского речь идет именно о сознании собственного неба, удовольствии, а в сознании. Не в переживании какого-то это называется, «Бобета идет на войну», «Бобета идет на войну и убивает там врага». В нормальной ситуации убивать запрещено. Вот она приходит на войну и убивает врага. Но это не Достоевский. Игорь, я еще не понимаю. Мне больше не надо превращать позицию, которая не соответствует твоей позиции, в какой-то идиотизм. Конечно же, проживание само по себе не существует, оторвано от сознания. Сознание, естественно, свидетельствует это проживание. Оно, естественно, присутствует. И переживать, иначе через осознавание, невозможно. Как ты будешь проживать, собственно, быть и есть, и не будешь сознавать, что ты его проживаешь? Вопрос, здесь не идет, нет никакого разделения, как будто бы есть отдельное переживание, отдельное сознание переживания. Я же тебе и предъявил, говорю, ты как собираешься это извлечать? Нету здесь такого прямого развлечения. Здесь любое переживание, оно создается, оно свидетельничает. Я еще раз повторяю. Оно может свидетельствовать, куда ты денешься, но оно свидетельствует другим способом. То есть это не полнота жизни, переживаемая в момент падения. Слово полнота, опять же, не какое-то дополнительное слово. У экзистенциалистов, это полнота жизни, переживаемая в момент падения. Я еще раз говорю, полнота, это некий дополнительный термин. Вообще говоря, изначальный термин состоит в том, что никаким другим способом мы не проживаем свое бытие, кроме как в таких экзистенциальных ситуациях. То есть мы проживаем свое бытие, то есть мы чувствуем, что мы существуем, именно когда мы проживаем такие пограничные ситуации. Это, собственно, и есть идея экзистенциализма о том, что такое есть человеческое бытие. Человеческое бытие – это такое бытие, которое проживается в экзистенциальных ситуациях. И то, что описывается в «Гарманной Советской» – это те самые экзистенциальные ситуации, в которых очень бурно проживают люди своего тела. То, что вот он есть. Вот эта констатация «я есть», но это не констатация, как было бы в классической философии чистого сознания, а это констатация через переживание. Когда я переживаю, и само переживание свидетельствует, да, ничего. Свидетельствует, причем свидетельствует точно так же, как в Декабском случае. Переживаю – это значит существую. Это свидетельствует о собственном существовании. Именно отсюда я бы даже продолжил бы, и, может быть, и назвал бы это наслаждением, но наслаждение, еще раз говорю, неудачная тема, но как бы сужает ситуацию. Потому что дело идет не в наслаждении, а более чем в существенном, именно в проживании собственного бытия. Это фундаментальнее, чем в наслаждении, потому что это некое содержание, да, это определенность. А проживание собственного бытия – это форма существования. Форма существования через проживание своего бытия в экзиституальных пограничных ситуациях. Красивые слова, но на самом деле суть выражена в экзистенциализме, что никаким другим способом нам бытие не дано, кроме как проживания его. В отличие от классической философии, типа бытия может быть дано мышлению. Мышление бытия не дано, бытие дано только путем проживания собственного бытия. Ну я понял. У меня вот за подобного рода проживания существует, скрывается, на мой взгляд, любитель экстремальных видов спорта. Который в падении, на самом деле, он есть сам в бытие, в падении, там нет сознания. Когда он падает, там нет сознания, он просто падает, а потом уже, когда возвращается обратно, он начинает оценивать со стороны. Мне интересно, что это и говорит о том, что падение или всякие экстремальные виды спорта никакого отношения к проживанию собственного бытия не имеют. Не надо брать какой-то неправильный пример, присоединять его к тому, что я говорю. Вот и получается, получается, что они рефлексируют над, ну, грубо говоря, вот это вот наслаждение, оно заключается из двух частей, на мой взгляд. Одна часть рефлексия, вторая, так сказать, над чем рефлексируется. над бытием, в качестве которого берется состояние унижения, состояние отрицания. Ну да, конечно, конечно. То есть есть, грубо говоря, две части. То есть есть вот часть, которая связана с бытием, которая вот определяет, когда его нет, и он находится в состоянии, грубо говоря, вот непосредственного нахождения того же генерала на этом празднике, когда он просто сидит как человек, ест, пьет и так далее. То есть его нет сознания. И есть сознание, которое над этим рефлексирует. Да, но рефлексирует вот таким непосредственным образом. Вопрос только в том, почему именно берется отрицательное бытие, а не положительное, неположительное сторону бытия. Да, да. Вот и получается, что подобное наслаждение возможно только в таком ситуации катастрофы полной. То есть в сознании, то есть у тебя как бы ситуация состоит не в наслаждении собственного бытия, а в наслаждении собственного небытия. Вот это вот интересно, почему не в бытии? Ну в самом деле это замечательно. Почему, например, не рассматривается, грубо говоря, там, не знаю, человек построил что-то новое, там, не знаю, там, родил ребенка и так далее. Да, и развивается. Да, почему иногда этим не происходит аффиксия, и в этом нет наслаждения. Вот у экзистенциалистов именно так. Родился ребенок, вот тебе и переживание бытия. Убил врага, вот тебе переживание бытия. И всякое прочее. Это вот экзистенциализм, не имеющий отношения к Достоевскому побоюсь, что никакого. Да, так было ты или нет? Нет, не так. Почему? Это же простой способ, как бы, нивелировать другую позицию. Придумать какую-нибудь глупость и сказать, что на самом деле вы думаете так. Нет, не так это. А почему не так-то, когда вроде бы именно так? Я взял, я победил, я победил врага, я голодал, а я испытывал чувство жажды, и вот он ключ передо мной. Бьет из пустыни. Еще раз говорю, не ли всякое переживание, а экзистенциальное переживание, которое является обычно пограничным переживанием. А когда ребенка родил, он чего, чем не пограничное переживание? Я не знаю, когда ребенка родил. Наверное, как бы в разных случаях, наверное, бывает по-разному. Дело же не в этом. Что такое трансгрессия? Есть некого рода запрет. Например, запрещено, там, не знаю, там, соблазнять, там, вступать в половое отношение с ребенком. Этот запрет, преодоление этого запрета вызывает бурную, как бы, реакцию. Ты совершаешь некого рода не просто акт простого насилия, ты совершаешь на пересенциальный акт отрицания самого себя. Ты как бы самого себя же перешагиваешь. Потому что это для тебя запрещено воровать, это для тебя запрещено унижать ребенка. Но именно ты сам себя перешагиваешь. То есть, трансгрессия – это не перешагивание чужой границы, это перешагивание собственной границы. Здесь наслаждение, получается, на… Кого наслаждения здесь не… Нет, минуточку. Так вот, ты эту ситуацию сам очень хорошо и описал, что она не имеет никакого отношения к Достоевскому. У Достоевского… У Достоевского не переход наслаждается, а нахождение в… Да, генерал же его… Да, еще раз, давайте так еще раз делать. Вот есть ваша интерпретация Достоевского. Давайте всегда говорить, что это не относится к Достоевскому. Вы говорите, не относится к нашей Достоевскому. Значит, интерпретация… Достоевский – это не приватизировано. Да, правильно? Хорошо. Вот в моей интерпретации Достоевского… Не трогайте микрофон, пожалуйста. Как стоит, не трогайте. В моей интерпретации Достоевского… Например, с тем же генералом Ивулгеном видна принципиальная расистенциализм. Если бы действительно генерал Ивулген совершал акт трансгрессии, то он радовался тому, что «ах, наконец-то я украл». От этого такое переживание «я украл». А он мучается и от своего осознания того, что он вор, и наслаждается им. Не от того, что он украл, а из того, что… Сам смеется, ты послушаешь сначала лекции Наговицына, где он эту ситуацию разбирает. И там совершенно все по-другому описывается. Во-первых, Олег Михайлович отмечает, что… Достоевский, например, крестьянский писатель, и он это отмечает характерно. Вообще говоря, есть два грека. Есть один вид грека – непроизвольный грек, а когда человек совершает грек, он в силу слабости человеческой природы. А второй грек, когда человек, на самом деле, не просто случайно совершает грек в силу ошибки какой-то и слабости природы, а он совершает зло. То есть намеренно, как бы сознательно совершает, некого рода, подчиняет вред, допустим, другому человеку. Так вот, проблема генерала Йогана, согласно Олегу Михайловичу Наговицыну, то есть первоисточнику этой концепции, состоит в следующем. Он совершил грек невольно, то есть это как бы может свести на то, что это слабость человеческой природы. Но мало ли кто-то там случайно запутался там по умутнению сознания, там с каких-то случайных обстоятельствами, был пьяный, может быть… Так он задумался над совершением греха или жизнью по грехе? Ну как бы, я излагаю сейчас Наговицыну, и как он говорит, я так и излагаю. Но на самом деле проблема состоит в том, и все это понимают, и все готовы, допустим, этот князь Мышкин готов принять на самом деле, и он хочет принять это как только просто некого рода слабость человеческой природы. И Лебедев тоже готов принять это как человеческой природы. И все понимают это, что как бы нет никакой вины на генерале Иблгене. Но генерал Иблгене согласен на это принять, как это свою случайность. Он настаивает на том, что это был сознательный его поступок. Вот в чем разница. То есть он хочет быть вором? Нет, он не хочет быть вором, он понимает весь позор, но он не может признать, что он простая кукла, которая случайно ошиблась. Он хочет как бы авторство, он как бы понимает на самом деле, что вот ситуация, когда его представляет, что он просто ошибся, что он просто как бы явился случайной жертвой обстоятельств, вот он не хочет признать такую ситуацию. И он настаивает на том, да, вот он оказался в этой ситуации, но он настаивает на том, что это было воровство. Но нету никакого здесь наслаждения. Вот, хорошо, вот мы здесь и подходим. Здесь наоборот действительно страдание, огромное страдание человека, который попал в такую ситуацию, в которой нет выхода. Да, вот мы, значит, здесь реально подходим к описанию ситуации, как интерпретирует Достоевского Бахтина. У Бахтина везде на каждом шагу есть так называемое авторство. Он считает, что у него концепция полифонического романа Достоевского. Если у каждого остального героя была, значит, ситуация такова, что есть был автор, который описывал персонажа, и описывал ему какие-то вот концепции, представления, описывал катку цветами. То с точки зрения Бахтина Достоевский открывает новый вид романа, где изображается не персонаж в таких-то внешних обстоятельствах, а выражается некое принципиальное самосознание героя. То есть, как он говорит, каждый из них имеет тем самым свой самостоятельный голос. В этом смысле концепция Бахтина, можно сказать, в применении Достоевского, как к смерти автора. Автор – это один всего лишь из голосов, одно самосознание, находящееся в ряду других самосознаний. Концепция вот этого авторства или голоса для Бахтина представляется чрезвычайно важной. Именно первый он в понимании больше нигде не видел, той же Анастасии Филипповны Барашковой, которая в 14-15 лет осталась без родительницы, и Тоцкий под видом благодетеля сделал ее своей наружницей-любовницей. После этого она везде настаивает на том, что она является ни больше, ни меньше, с авторством всего происходящего. – Ну, так вот, и у Олега Михайловича точно такая концепция. – Да. Вот как ты другая. – Как ни странно. – Хорошо. А вот в применении к Достоевскому… – Что ты теперь, когда излагаешь, это твоя концепция. – Хорошо. Я согласен, я согласен. Моя концепция. – Значит, моя тогда концепция от этих двух авторов, она принципиальным образом отличается. Потому что оказывается, что тот факт вот этого осознания падения или наслаждения, который является господствующим в моей интерпретации Достоевскому, игнорируется уже, получается, не только Бахтиным, но и, в твоем изложении, игнорируется, по большому счету, и генералом Ивелкиным. Я в терминах авторства давно генералом Ивелкиным, и на Гавицным. – Хорошая голоса. – Да. – Хорошая голоса. – Хорошая голоса. – Вот. – И это значит… – Вот, это такова ситуация. Я неоднократно пытался в терминах авторства того же генерала Ивелкина описывать, и не получается. А получается, вот только тем способом, за то самое вот это самое наслаждение, от сознания собственного небытия, за которого он готов держаться. В этом смысле, на Анастасию Филипповну Барашкову мы, получается, таким образом интерпретируем совершенно другим образом. Есть некая ситуация позора, и несознание своего небытия, в котором она оказалась. – Какой у нее позор, если она не виновата? – Ну и что? Ну и не виновата она. – Ну, понимаешь, ладно, понятно, уйду-ка на это позор, потому что внешне выглядит это как воровство. А какой позор? – Да нет, ну позор, позор. Да что ты. Настоящий позор. – Ну как бы у нее она была маленькой, наверное. – И что? – Ее, как бы, условно говоря, ну не изнасиловал, но все равно, как бы, соблазил. – И что? Ситуация незаможней содержанки, даже если так сложили обстоятельства, является, по меркам твоего времени, чрезвычайного образа негативным. Ну, негативным, наверное. – Но даже странно согласиться, что человек не виноват, да? – Ну, тем не менее, это так. – Тем не менее, это позор. Но вот тоже, тоже представим, Катерину Ивановну, я их все путаю, Николаевну Ивановну, братья Кармазовы Ивановну или не Николаевну? – Катерина Ивановна. – А, Катерина Ивановна. Катерина Николаевна в подростке, да? Катерина Николаевна, это Ивановна, значит. Она оказывается в ситуации, что ее Дмитрий Кармазов вынимает из петли, фактически. Вы понимаете, что она совершенно не виновата в том, что ее отец занимался тем, что прокручивал деньги полка, благодаря какому-то купцу. И купец его, как они сказали, в скормине бычка, его в конце концов кинул по каким-то причинам. Понятно, что она в этой ситуации не виновата, но ее ситуация по тем временам совершенно естественна. Она никогда не выйдет замуж за приличного человека, ей будет отказано в свете. Это у нее полная катастрофа. Это принципиальная картина, отличающаяся от современной действительности, где полковник, проворовавший деньги своего полка, не то что не стреляется, а потом покупает себе Мерседес и ездит. И всем говорят, так нехорошо попадаться, но какой ты молодец. Так много денег украл, блин. Так много. Это принципиально. Там была бы ситуация, если бы он застрелился, находясь под судом чести. Ну не виновата здесь Катерина Ивановна, ну никак. Она-то здесь при чем? Это ее купец, это ее отец. Она об этом ни ухом не слышала. Но тем не менее, для нее такая ситуация, это просто буквально петля в тот момент. Как и для Анастасии Филипповны. Для Анастасии Филипповны тоже вот эта ситуация, хоть она совершенно не виновата, она маленький ребенок, осталась без нее существованием. Тот подошел красивый, обаятельный, обольстил, взял на содержание. Тоже не виновата. Но тоже та самая петля, что и для Катерины Ивановны. Нет, есть никакой разницы. Интересно, что это самое, что получается в некотором смысле, по поводу авторства, не авторства. То есть персонажи рефлектируют над, грубо говоря, негвитием, тем самым оправдывая, как раз наоборот, свое не авторство, что это не они, а кто-то. Анастасия Филипповна. В связи с мыслями, да. В связи с мыслями, да. То есть, как раз наоборот, авторство здесь отрицается. Да. Таким образом, получается… Наслаждаясь в состоянии наслаждения, вот только в том смысле, в каком я говорю, наслаждаясь. Да. Стрессируя над небытием. Тем самым, как раз вот персонажи играют, что типа я не виноват. То есть, то есть, что получается, я прямо противопоставил, да, была, да? Наговиться, но и Бахтину вместе взятым. То есть, для них самое главное авторство является, а для меня самое главное является наслаждение от сознания собственного небытия или собственного отсутствия. То есть, не я, а Бог, по-моему, в этом смысле. То есть, апелляция к Вышним говорит, что это не по моей вине, но наслаждение этим. То есть, что, вот эту концепцию пора называть антиэкзистенциализм Достоевского? Я не знаю, как это назвать. Просто я вам предложил еще одну концепцию, которая совершенно по-другому смотрит на Достоевского, да, она состоит в том, что я уже много раз говорил, что вот проблема человека состоит в том, что он не имеет определенности. То есть, ну, такие специалисты говорят о том, что это бытие человека, где предшествует его существенность, да. То есть, человек еще и может выбрать, кем быть, да. И человек, поэтому, есть своего рода возможность быть кем-то. И вот это понимается на романах Достоевского, это проигрывается тем способом, что Раскольников никак себе не доказывает, что он тварь дрожащая, никак себе не доказывает, что он правоимеющий. Он просто вращается в этом круге. И когда он думает, что он как бы доказал себе, что он это правоимеющий, он как бы считает, что, сомневается в этом, что это так, да. И когда в другую определенность впадает, да, когда считает себя уже там, тварью дрожащей, он и в этом сомневается. И каждый раз он находится в этом круге сомнений. Он никак не может на себя никакую определенность надеть. Он каждый раз окажется в некоторой неопределенной ситуации. То, что, возможно, ты называешь негытием. Да, точно также Ставроген, который у него буквально и написано, что когда он думает, что верит, он не верит, что верит. И когда он думает, что он не верит, не верит, что не верит. Каждый раз он, на самом деле, всякая определенность, которая ему дается, а он, если посмотреть по роману, прошел много видов определенностей. Каждый отдельный персонаж, который с ним связан, это своего рода своим эманацией, которая как бы затвердела в какой-то форме. А он пошел дальше. Шатов, Верховенский, Кирилл, все они в свое время получили некого рода, были вдохновлены идеи, которые Ставрогин им внушил. Они остались с этой идеей, а Ставрогин ушел дальше. Так что в чем проблема Ставрогина? Что он постоянно находится в неопределенности. Постоянно есть человек-возможность. Постоянно есть человек-бытие. На него нельзя нацепить никакую определенность. Вот такая интерпретация. Если посмотреть на романы Достоевского, то везде можно найти одно и то же. Или тоже в самой ситуации с Барашковой. Еще раз. Я в этой ситуации. Это было бы так, если бы герой записки с подполью, не тот же Ставрогин, переходил от ситуации. Ах, сегодня я не поэт. Сегодня я чиновник. Ах, завтра я не чиновник. Завтра я главнокомандующий. Ах, я там любовник. Ты опять все это утрируешь. Я не утрирую ситуацию. Но герой записки с подполья прямо говорит, что чем мы счастливимся больше всего? Да собственными пороками, собственными как бы грехами. Но вот ими только и счастливимся. Как раз я бы еще... То есть ситуация с Раскольником, со Ставрогиным. Понимать его вот так. Что вот одна позитивная идея, сменяя другую позитивную, третью позитивную. Давай я как бы вот все-таки я не утрирую твои идеи. Моя идея не в этом состоит. Я говорю, что человек есть прежде всего бытие. А потом есть любая определенность. Я договорю простым это с термином, чтобы люди понимали, о чем речь идет. Можно я могу сказать и другими терминами. Человек есть где-то бытие, есть дозайн. Всякая определенность, которую он, будучи дозайном, определяет, она не соответствует этому дозайну. Он каждый раз в любой определенности, в любой щитойности оказывается иным. Потому что он есть бытие. Сейчас в человеке есть бытие по определению изначально. Вот и все. Вот о чем я говорю. Это не значит, что он генерал, а потом какие-то еще. Это утрирование изначальной философской ситуации. Утрирование, утрирование. Но утрирование оно состоит в том, что ты говоришь о некой положительности. О некой положительности. Потому что у тебя дозайн, получается, стоит за спиной перехода от главнокомандующего к чиновнику. От чиновника к любовнику. Вот за ним стоит дозайн. Получается. А здесь-то все прямо наоборот. Он ни в коем случае не стоит. Речь идет именно о сознании своего позора. А позор это нечто несубстанциональное. Вот с самого начала. И никак иначе. Никакого перехода от главнокомандующего к чиновнику нет. Потому что изначально это бытие со счетованием разорвано. Разорвано-разорвано. И это только для отдельных специфических персонажей существует. Потому что есть действительно другие, то, что называется, непосредственные деятели. У них оно не разорвано. Они считают, что они находятся в будущем чиновниками. Что быть чиновником – это и есть быть человеком. Это и есть их человеческое бытие. То есть у них оно разорвано. А вот у некоторых специфических персонажей, типа Раскольникова, Барашкова, Ставрогина, это специфические, особые персонажи, как бы стержни всего романа. У них оно разорвано. То есть они отделились форму своего существования от содержания, от определенности. Это раз. Во-вторых, я хотел еще сказать, что Достоевский все-таки многообразен. И я не стал бы этого подпольного человека сводить к этому. Подпольный человек – это особый случай. Это надо отдельно сделать. Вот действительно подпольный человек в эту концепцию не списывать. Вот так я и говорю, что… А у вас путешествует, что все люди вписывают в простую схему раз-два. Нет, смотри, не раз-две. Ну а как? Хотя есть там, что люди делятся на просто людей, тех, которых по умному. Такое есть. Такое есть. И все люди в простую проектов системы. Смотри, опять я возвращаюсь к этой экзистенциальной схеме. Значит, ведь тем, что как раз у тебя человек принимает себя за чиновника, не за человека, а вот именно за вот этого самого майора, когда люди у тебя, когда он никогда не обижается, когда задевают его лично, всегда обижался, когда при нем задевали его майора. Или кого-либо еще. И это и есть способ как раз решения различия между дозайном и конкретной определенностью. Она решается таким образом, что я навязываюсь, придаю этой конкретной определенности своей в данный момент статус дозайна в твоей терминологии. В этом смысле ты правды, действительно правильно описываешь в этом смысле того же Акака Каковича Башмачкина. Потому что для нормального человека потерять шинель, ну плохо, неприятно, долго на нее работал, бобровый воротник опять-таки был, ну это не катастрофа. А для него его шинель является проявлением, вот как ты говоришь, этого дозайна, то есть его собственного присутствия, тождественного с какой-то конкретной определенностью. Он придал этому такой статус. Именно поэтому он умирает, когда у него отняли вот этот статус или шинель. В этом смысле Гоголь, Гоголя ты описываешь, на мой взгляд, правильно. Ну другая ситуация совершенно героев Достоевского, на мой взгляд. Нет? Что-то мы так много всякого наговорили. А еще раз, ты хотел разойтись с Бахтиным. Значит, в чем пункт расхождения? Для Бахтина для него главным является так называемое авторство везде. То есть Настасия Филипповна Барашкова, это его пример, откуда первое где-то описано, она оказывается в таких невыносимых условиях и начинает доказывать, что она сама виновата, то есть у нас автор. Она начинает все писать текст. Для него это вот так. Я полагаю, что, безусловно, этот момент каким-то образом важен, вот этот момент авторства или голоса. Но он с самого начала вызывает определенного рода недопонимание. Мы же понимаем, что и Барашкова тоже написана Достоевским. Ну понятно, что все эти слова, все эти многочисленные оговорки по филифоничности романов Достоевского в Бахтина имеют смысл. Но когда мы, например, начинаем говорить о том же самом Ганечке, который хочет наслаждаться дарами, то есть талантами, купленными за деньги, и эту ситуацию очень сложно удержать в рамках вот этой самой концепции авторства, соавторства. Конечно, можно понять, что Ганечка, пытаясь наслаждаться талантами, купленными, непременно за деньги, то есть ситуация собственной подлости, настаивает на неком соавторстве происходящего. Может. Но я так хочу сказать, что есть некий фундаментальный факт, который можно назвать антиэкзистенциальным, а неэкзистенциальным фактом, кому как больше нравится. Она состоит в том, что главным мотивом действия для любого нормального, то есть сознающего человека, состоит наслаждение от сознания себя несуществующим. Но в самом деле. Вот классический персонаж ухаджжует за девушкой. Это почему это важно? Потому что нам с Наговицыной проблема вот этих... Что значит быть несуществующим? Это не очень понятно. С философской точки зрения. Все, что в бытии есть, небытие нет. Все, что существует, он существует. От того, чего нет, того просто нет. Ну, в смысле, от сознания собственного позора. Потому что, когда ты в ситуации позора, тебя как бы нет. Ну, вот это и странно. Есть позор. Да, позор есть, да. Позор – это форма твоего собственного небытия. Систенциализм предлагает это рассматривать такому термину, как возможность. То есть, или там или человеческое бытие. Ну, невозможность. Или как человеческое бытие отличное. Ну, какое-то... Человеческое определенное. Хочешь сказать, что говорить здесь... Что... Это же совсем другой разговор говорить о Ганчике, который пытается наслаждаться талантами, купленными за деньги, о том, что он типа наслаждается какой-то роду возможностей, что он невозможный. Это же важный совсем разговор. С методологически, то есть, я не просто хочу сейчас сказать, давай всех персонажей в одну кущую не сваливать. Есть какие-то конкретные персонажи, допустим, Барашков, Ставроги, Раскольников, которые можно обсудить, которые просто ведут себя в некотором смысле. Да. Формально одинаково. Подожди, я... А есть как бы другие персонажи, которые ведут себя по-другому, и их давай отдельно. Не надо... Почему у тебя все персонажи должны укладываться в простую двучленную схему? Вот этого я не понимаю. Есть разные персонажи. Есть непосредственные идеи, есть какие-то... А почему двухчленная схема? Ну, у него всегда двухчленная. Почему? И что-то члены? Ну, как бы непосредственный деятель, там, какое-нибудь реплетирующее сознание? Ну, я непосредственное деятель нигде не сказал. Ну, или там, скажем так, так как вот персонаж у Гоголя, да, какой-нибудь там, который... Ну, мы не про Гоголя, да? Нет. Ну, везде, в любом случае, как бы реплетирующая позиция, она... Как раз, если угодно, Игорь все сводит к одной схеме, да, у него нет непосредственных персонажей. Это же еще хуже, если схема одна. Было бы прикольно, чтобы было бы две, там, одно отрицание. Ну, давайте не будем как бы прикола добавлять. Тут своего хватает. Просто я считаю, что эстетика, она должна быть богаче существенной метафизики. И мне кажется, что метафизическую схему вот так вот прямолинейно применять в эстетике, мне кажется, это большой... Большая... Смотрите, я вот сегодня же ни разу ни слова форма, например, не сказал. Вот первый раз сказал, больше не буду потреблять. Вот просто принципиально. Вот. Значит, смотрите, вот эта самая ситуация субъектности, вот этой самой... Вот мы с Наговицыным когда-то еще, наверное, где-20 назад пытались обсудить вопрос, а чего это у нас здесь все эти красавицы, Елизаветы Ивановны Катерины, Ивановны Катерины Николаевны в таких массах ходят, и все перед ними опа, они так на цыпочках, да? А вот что происходит. Когда человек вот из тех самых, которые Ганечка описывает, нерассуждающих, ходит и думает над этим... Когда он ухаживает за девушкой, ну каким образом ухаживает? Он свой хвостик из перьев, из трех, четырех, пяти, как у павлина, он перед ней распустил и рассказывает, какой он перспективный, какой-то он еще какой-то. Также перед друзьями вот этот непосредственный деджин в записках из-под поля хвастается о тех будущих победах, которых он одержит над женским полом. Вот он ходит и хвастается, а герой записок из-под поля, собственно, он за этим в тот момент наблюдаем. Это вот такова ситуация. Как же у нас за этой самой красавицей будет ухаживать тот, который поумнее, а тем, что он будет ей рассказывать всевозможные факты позора и собственного ничтожества, которые у него были. Он не хвостик с перышками будет распускать, не про свое прекрасное будущее, не про свой так называемый успех будет, а будет находить, стараться самое темное и самое омерзительное, что оно есть, и большей частью он его придумывает. Самое интересное, что это то, что ты рассказываешь, неправдоподобно, феноменально, феноменологически, и получается, что схема неверная. Да как же она неправдоподобно? Потому что нет таких людей, которые при ухаживании будут о себе всякую грязь. Да ну, много ты знаешь таких. Но вот я и говорю, что кроме, может быть, тебя, который почему-либо намеренно посчитал, что это так делать надо, на самом деле, это не характерно никому. Да. Потому что все, естественным путем, как бы, феноменально стремятся свои недостатки скрыть и свои достоинства выпить. Да, быть может. И здесь, в этом нет ничего особенного, это нормально. Быть может. способ ухаживания или общения Родиона Романовича Расколенко с Сонечкой Мармеладой. Вон как он стоит. Он свои достоинства. Он за ней не ухаживает, он вообще проститутка, он с ней случайно сошелся. Да, да, да. Вот. С случайно сошелся убийца с проституткой. Он за ней ухаживает. Причем здесь нет никакого романа. Да. Роман вообще и до конца романа нет, и только в конце романа он тут же, и там текст размягчился, и он ее полюбил. А ситуация этого Лизаветы Ивановны и Ставрогина Николая, там же тоже это самое хорошее. Я хочу, кстати, заметить факт, который никто никогда не замечал, на мой взгляд. Надо понимать, что глава у Тихона, где Ставрогин якобы, вот только что пошел фильм Катиненко у бесов, прошел, ее понимают так, что Николай Ставрогин скорее всего в самом деле взял и какую-то десятилетнюю девочку изнасиловал. На самом деле это не так. Скорее всего это история, выдуманная Николаем Ставрогином, Кривитаном самого себя и предъявленная Тихону. Вот такова. Ведется как типично усиленное сознание. Вот такова ситуация. Нет никаких оснований говорить, что это было. Потому что физиологию не обманешь. Если перед тобой ребенок, то для человека, увлеченного женщинами, половой акт на самом деле с ней оказывается по сей деньу невозможен. Так же, как невозможен половой акт с каким-то волосатым мужиком. В том-то и состоится или что какая-то идеалистичность твоей позиции. На самом деле как раз вопрос-то идет о том, что есть действительно, как Игорь Михайлович правильно замечает, есть грек непроизвольный, случайный грек в силу несовершенства нашего бытия. А есть грек и зла, когда человек, зная, что нечто является грехом, совершает, намеренно, чтобы их совершить именно зло. И такое зло существует. И зачем выдумывать и обелять как у Ставрогина, если действительно этот персонаж вас нет. Хорошо, подожди. А вот другой, Свидригай, он совершал все свои действия, которые там о нем рассказывают. О нем же тоже много там всяких небылиц рассказывают. Он даже сам говорит, да это все небылиц. Он сам так и признается. Такого ничего не было. Ну я там ее там типа прогладил, а она посчитала, что я ее ударил. Так вот опять Свидригай, вот он на Дарье Романовне раскольников ухаживает, да? Как это было бы? Он хорош, эффектен, богат, умеет хорошо говорить, глазки ухаживает за ней тем способом, на Дарье Романовне, что позволяет ей учить себя добродетели. Это распространенный образ бывалых сердцеедов ухаживает за девушкой, позволяя учить ей себя добродетели. Не понял, в каком аспекте я Свидригалов взял. Свидригалов как же кончает? Он идет в какую-то гостиницу, и ему снится сон. Что какая-то девочка, да, там, что-то она там зашла в гостиницу, помню, мокрая, что-то, и он хотел к ней по-человечески к девочке отнестись, а потом видеть, что это уже не девочка, а Камеллия, проститутка, понимаешь? То есть у него, и вот эта смазанность, да, что как бы для него уже даже и девочка всегда видит какой-то развратный представляется женщина. То есть у него, Достоевский как бы указывает на самом деле на том, что вот этот действительно человек уже возле. Ну вот, опять, опять, хорошо, я опять возвращаюсь. Причем это описывается как сон, это он никому ничего не рассказывает. Да, я... Идет и убивает себя. Да, я возвращаюсь опять к этой ситуации с Свидригалов. И вот это просто как бы. Вот нормальный человек, и ясно, судьба Дарьи Романы Раскольниковой, она прорешена в этом смысле. Но он же ломает самого себе, он именно пытается предстать перед ней именно не человеком, который где просто... Ну, бывает, что старый помещик, даже развратный человек влюбился, очаровался девушкой. Такое бывает. И так можно это действовать. Он пытается эту ситуацию предъявить именно как рефлюктивную ситуацию. То есть именно как старого развратника, который ухаживает за девушкой, именно в форме вот именно вот этого самого разврата. Так Ганечка пытается наслаждаться талантами, купленными непосредственно за деньги. И, разумеется, его ситуация разваливается. Опять же, Светри Галов. Зачем Светри Галов поставляет деньги на воспитание двух вот этих сирот, которые остались после смерти жены Мари Лаванова? Как ее зовут? Я уже не помню. По роману. Ну, остаются две девочки маленьких, Полина там еще кто-то. Светри Галов дает, по-моему, 10 тысяч на каждого, на достижение совершеннолетия и потом на образование и прочее. Зачем он это делает? Потому что ты удивил почему-то все персонажи в достоинстве какие-то там ужасные. Потому что все персонажи на самом деле хороши. Светри Галов это нормальный, умный и чувствующий человек, который помогает девочкам. он это делает в моем понимании. Потому что он действительно развращенный человек, погрязший во зле и он пытается немного искупить себя. То есть пытается подумать, что если он начнет добрые дела делать, что-то изменится? Нет, потому что он на самом деле очень даже неплохой человек по большому счету. Никакого не погрязшего зла. И не злодей. Авторство. Не злодей ни в коем случае. Авторство, когда он ухаживает. То есть Достоевский как бы настолько миловидный, театральный автор литературный то он описывает такие просто байки такие, знаешь, из хлепа. И ничего, никаких изициальных проблем он не ставил. А зле и броя. он, прошу прощения, ставил эти проблемы гораздо выше и сильнее, чем их ставил изициальных санкций. Но выше и сильнее это, знаешь, это... Ты же начинаешь говорить об этом, значит, о ситуации, что он такой миловидный писатель. Я говорю, что он... У тебя будет и Свидарега хороший человек. Да, А Раскольников-то какой замечательный? Раскольников замечательный человек. И Раскольников, у тебя все замечательные. Раскольников замечательный человек? Раскольников убийца. Да. Свидарега тоже убийца. Тоже убийца. И может быть разбратник малолетний. Да, да, да. То есть это и Ставрогель, да, там, как бы, у меня там темные делишки заняты, раз ты с ними Перковенский тут, да, пишешь, она постоянно его там считает за руководителя, трудно, трудно ситуацию не понять, вот эту самую ситуацию, и в преступлении наказания, что Раскольников это замечательный человек, ну, замечательный, во всех смыслах, и умный, и добрый, и сострадательный. Ну, я не могу, у меня слов нет, и поэтому, то есть, когда начинает человек подниматься на какие-то физические высоты, а потом все кончается тем, что все вокруг замечательные, то это, наверное, что-то говорит, о позиции, я имею в виду, что оппозиция не состоит. Да, вообще мир спасет любовь, да, или уж мир спасет красота, когда Ставрогель завершили, и будет, как бы, да, но это не Ставрогель, я повторяю, еще раз, никогда не говорил. Красота спасет мир, а другого же, у Достоевского же, это, конечно, Мышкин говорит. Да, это говорит, о нем говорят, что он. Это Аглая говорит, ах, не говорить, это ваше, что красота спасет мир. Ну, значит, у Достоевского все-таки это мысль, а еще это мысль. Ну, вот если так, то есть, Аглая говорит о Мышкине. История же всегда какая, то, что в предхудожном произведении какой-то из персонажей произносит некоторую сентенцию, вовсе не означает, что это точка зрения самого автора. Как минимум, нужно доказать, что автор отождествлял себя с этим персонажем. Вот, я не знаю, есть попытки, конечно, отождествить Достоевского с князем Мышкиным, но уж, я, кстати, не уверен, что Аглая. Это точно кто-то из дочек Епанчины это произносит? Я не уверен, что Аглая, но не суть. Во всяком случае, доказать, что Достоевский мог всерьез отождествляться с кем-то из дочки Епанчины, ну, провально. Ну, вопрос и совершенно. Мало ли, что какой персонаж сказал. Ну, в самом-то деле. А то, что это поздняли на флаг, что, дескать, так учил великий Достоевский, ну, конечно. Понятно, кто это сделал. Это сделали учителя русской литературы. Потому что им надо учить детей мыть руки перед едой, сморкаться в платочек. Вот, и поэтому Достоевский должен тоже этому учить. Как и Тургенев, как и Толстой. Все должны учить детей, так сказать, вести себя прилично. Мы-то говорим о другом. Мы уже предполагаем, что по поводу мытья рук и сморкания в платочек, так сказать, мы все, видимо, овладили. А вопрос о другом. Вопрос о другом. Вопрос о том, что позволяет, какая причина. Являемся ли мы авторами этого действия, или нас этому научили, мы это повторяем. То есть мы моем руки, потому что мы это делаем, или мы моем руки, потому что об этом нам сказали родители. Ну, вот да. И вот, кстати, Булат, когда ты удивительным образом выставляешь тезис о том, что то зло, действительно зло, которое совершается сознательно, то есть именно как зло, ни по заблуждению, ни по ошибке, ни по минутной слабости, а вот то зло, которое совершается совершенно сознательно. Ты почему-то этот тезис противопоставляешь тезису Игоря о том, что персонаж Достоевского наслаждается своим небытием. Это никакое не противопоставление. Это один и тот же тезис. Просто вот один. Просто если его формулировать вот в этих нравственных терминах, то он действительно имеет вид, что человек совершает зло именно как зло. Это в некоторых текстах Достоевского предельно открыто. Ну и самое первое, видимо, это записка из мертвого дома. Когда он говорит, что с колоссальным удивлением, я обнаружил, что вот эти вот закоренелые убийцы и профессиональные преступники, они обладают одним замечательным свойством. Они в точности знают, что то, что они делают, это зло. Что они грешат. Хотя, с другой стороны, да, но у него работа такая, людей резать и отбирать, снимать с трупов деньги и ценные вещи. У человека такая работа, бывает. Но он точно понимает, что он совершает зло. Нет, он не находит во строге ни одного персонажа, ни одного человека, который бы думал, что он, так сказать, что-то делает хорошее, когда совершает преступление. А в более общем виде, в более общем виде, это действительно принимает вот такой характер, то, что человек обнаруживает себя действующим субъектом в ситуации невыносимой. Почему появилась невыносимая ситуация? Ну, во-первых, я думаю, что для художественных целей, чтобы было где разгуляться страсти и было что писать. Чтобы кровь и сопли, так сказать, во все стороны летели только так. Можно это сделать совершенно, так сказать, в виде трактата, как в записках из подполья. Там никаких соплей. Там просто человек сидит, и у него болят зубы. И он говорит замечательную вещь, что зубы болят, а также то, что дважды два-четыре, это равно унизительно. Почему это равно унизительно? Потому что, говорит он, это нечто объективное, то, что просто есть вне зависимости от меня. Я не являюсь автором того, что болят зубы. Я не являюсь автором того, что дважды два-четыре. Дважды два-четыре, это потому что космос такой. И вот мой локальный, это совсем общий космос, а мой локальный космос состоит в том, что у меня зубы болят. И что с этим делать? Вообще говоря, нормальный человек, хоть вдог, хоть как, хоть мытьем, хоть катанием, пойдет к зубному врачу, чтобы это дело прекратить. Если его интересует боль. Но если он этого не делает, то почему он этого не делает? Видимо, его интересует никакая не боль, а как совершенно справедливо говорил Игорь, его интересует сознание боли. Он решает исследовать этот вопрос, а могу ли я присвоить эту боль, то есть стать активным субъектом в этой ситуации. И как Настазия Филипповна, она оказывается действительно совершенно точно так же, как зубная боль. Просто так сложился мир, ее конкретный, что она выросла и поняла, что она содержанка. Нечто вроде высокооплачиваемой проститутки. Что, как ни крути, непочетно. В этом нет ее личной вины, но это непочетно. Это социальный низ, что называется. Это можно лакировать какими угодно тряпками, поездками в театр, но это социальный низ. И она, когда это понимает, при ней встает тот же самый вопрос, что в предмете с болью. А это просто со мной случилось, и я здесь ни при чем? Или я здесь что-то при чем? Как я могу стать действующим субъектом в этой ситуации? Это же, как я говорил, что можно по-другому уже понять, что она, допустим, согласна. Пусть она содержанка, я буду вести себя содержанкой. То есть я буду там действовать, как она действует, вызывающие, буду там общаться с другими. А вот это интересно, кстати. Тем не менее, это ей точно так и унизительно, понимаешь, что ситуация того, что все ее считают просто человеком, который с течением, кстати, стал содержанкой, и это унизительно, потому что она здесь является вроде как некого рода субъектом, а не активным, как ты говоришь. И с другой стороны, ей точно так же, когда она становится активным субъектом, когда она становится той самой содержанкой, и точно так же это нестерпимо. Совершенно верно. Но кое-что меняется. Кое-что меняется. Она вдруг обнаруживает, что активность ее как субъекта, конечно, меняет ситуацию. Это, кстати, важный момент, на который Игорь не нажимал, а ты, по-моему, считаешь, что сознание возможно в виде константации. Сознавание это, Иисус, это здесь не столь важно. Важно не сознавание, а важно в том, что человек отлично, естественно путем сознания, потому что сознание есть везде. И зачем специально где-то добавлять сознание, если оно есть везде? Нет, оно есть везде. Ну, совершенно верно. Да я даже не вижу красного цвета без того, чтобы его не сознать. Здесь это необходимо сознание, потому что то сознание, которое предпринимает герой Достоевского, оно меняет ситуацию. Оно не является просто констатирующим и закрепляющим то, что есть, как это происходит в случае видения красного цвета или слышания высокого звука, где мы просто фиксируем, сознание занимается только тем, что фиксирует. А здесь оно нифига не фиксирует. Потому что я говорю, что это определенность, я же по-много раз повторяю, которая пытается себя человек нацепить, каждый раз оказывается. И совершенно успешно нацепляет. Да, и оказывается, что человек убеждается, как Раскольба, как эта барашка, как Ставрога, убеждается, что это не то содержание. Нет, это то содержание. Несоразмерно оно будет. Несоразмерно. Вот это совершеннейшая ерунда. Я еще раз говорю, это совершеннейшая ерунда, это неправильная тема, потому что это мой способ интерпретации Достоевского. Бога ради. У вас как бы другой способ. Я не говорю, что ваш способ совершеннейшая ерунда. Я говорю, что он другой. Так, хорошо. А кто здесь был докладчик? Ты или Игорь? Нет, просто для того, чтобы когда есть какой-то доклад, и когда человек заявляет, что это и есть Достоевский, нужно указать, что на самом деле это не Достоевский, а есть, возможно, другие ситуации. Понимание. Ты указал. Ну, я указал. Достаточно? Правильно. В этом составил суть. Вообще говоря, ну, должна быть как бы полифония, да, так обычно. Хе-хе-хе-хе. Все полифония, да. А вот так. То, что ты говоришь, это не полифония, это... Не полифония, это плюрализм, то, что ты говоришь. Ну, что, понятно, да, примерно? С Бахтиным. Просто исчерпали тему, вообще. Ну, я не знаю, что исчерпали тему, но, тем не менее, вот, на мой взгляд, хорошо. Значит, ситуация, она такова, что Бахтиин вот этой самой ситуации наслаждения, по всей видимости, не знает совсем. И когда Олег Михайлович рассказывает, он как бы очень аккуратно от слова наслаждения употребляет. Ну, быть может. Быть может. То есть он на самом деле действительно присутствует, но он очень сильно аккуратно. Ну, тогда можно сказать, так что моя... А у тебя все наслаждаются. Да, все наслаждаются. Это герой Достоевского, только и девушек наслаждаются. Да. У тебя единственное, как бы, все, что они занимаются. Да. Ищи способы, как бы, на каждый по-своему... Как бы, как бы побалдеть. Ну, условно, да. Как бы вот так специфически побалдеть. Как ты, как ты, могу, панец, немножко демелируешь, вот это, если твое демелируют, то оно получается, что все, по-моему, ищут наслаждения. И все. Да. Никакой экзистенциальности и ситуации, никакого проживания бытия, ничего такого фундаментального, метафизического нет, а просто есть, как бы, вот, это люди, которые хотят балдеть. Как бы не балдеть. Это не важно. Да, да. А от позора балдеть, а от неудачи балдеть, или еще чего. Да, то есть ситуация в этом смысле прямо обратная. То есть наслаждение возникает от сознания небытия, а не от интенсивности проживания небытия. Потому что, во-первых, от сознания, а во-вторых небытия. Ребята, мы здесь философы. Никакого небытия нет. Что за термин какое-то? Нет, еще раз говорю, что за термин такое? Нету небытия. По определению просто того философского, что небытия нет, понимаешь? Если бы ты говорил «ничто», я бы, может, еще как бы это понял, как противоположное. Нет, а здесь именно небытия. Небытия нет просто. Небытия, небытия, да. Ну, его нет. Как можно говорить о небытии? Вот это мне и странно. Мы два вопроса философов как-то слышать. Когда я говорю о проживании бытия, я имею в виду, что в нем нет определенности. Это странное переживание того, что когда ты признаешь по-настоящему, что дважды два равно четырем, тем самым получается, ты можешь просто признавать, что дважды два равно четырем, а можешь понимать, что в этом акте для тебя открывается тот факт, что тебя нет. Ну как это открывается? Вспомните, нельзя открыть, что тебя нет. Это как бы нарушение даже его логики. Если сомневаясь, следовательно, существует. Если я открываю, что меня нет, значит я есть. Само открытие существования есть доверение своего существования. И картинка получается таким странным образом, что она не удерживается в этом ситуации, как простой чистой бытии, но удерживается как сознание небытия. Вот так она удерживается. То, что говорит Булат, это получается осознание, то есть когда ты осознаешься дважды два-четыре, и говоришь, что ты осознаешь бытие, ты осознаешь только то, что уже есть. И осознаешь, что это есть тебе дано кем-то. То есть, соответственно, отсюда и небытие и возникает. Сознание небытия, потому что дважды два-четыре, откуда оно взялось? Я его создал? Или кто-то? Ну, ребята, нет никакого небытия, и, соответственно, сознавать небытие нельзя. Может, слово только вот теребить, ну как, и все. Нету никакого небытия. В данном случае небытия, как отрицание бытия, как отрицание дважды четыре. Правильно, ничего нет. Теребим, теребим, вот именно теребим. А сознание небытия есть, да. То есть, само небытие, да. Сознание чего-то? Самое небытие, кстати, есть, а сознание, кстати, может быть, именно вот чистая рефлексия. Да, сознание небытия есть, да. То есть сознание не будет, как чистая рефлексия. Как ни странно, совсем по Сарту получается. Это, кстати, я тоже сомневаюсь. Это большой отдельный разговор, но я сомневаюсь сейчас. Потому что у меня правило косвенное рассуждение. Потому что вот эти Хайбеггерские структуры вообще не ложатся на Достоевского. А Сартер в сущности тот же самый концепции. Может быть, может быть, может быть. Ну что, все, можно хлопливать в ладоши?